Крытых футбольных манежей во Владивостоке никогда не было, а зря. Ведь климат в Приморье не позволяет круглый год заниматься этим видом спорта на улице. А поддерживать форму на жестких площадках внутри спорткомплексов не особо получается. Вот у местного клуба «Полюс» вместе с Сергеем Дарькиным и появилась идея создать в центре города универсальную крытую площадку, которая разместилась за стадионом «Динамо». Ее основная цель – выращивание здесь юных профессионалов. Сам манеж, он будет руководиться нашей организацией, у Владлёд, спортивным клубом «Полюс». В рамках нашей структуры создается Академия футбола «Динамо» совместно с краевым обществом «Динамо». И мы будем набирать туда как и детей своих от спортивного клуба «Полюс», так и будут заниматься дети из других спортивных школ, в том числе из футбольного клуба «Лучше». Футбольный манеж начали возводить всего месяц назад, а работы уже выполнены практически на 80%. Раньше здесь располагались прорезиненные мини-футбольные поля, но их качество в последние годы оставляло желать лучшего. Новая площадка – 86 на 43 метра. По проекту внутри появятся два поля с искусственным травяным покрытием. А в прилегающем здании расположатся раздевалки, душевые и административные помещения. Также на манеже будет предусмотрено круглогодичное обслуживание. Такое сооружение закрытого типа, быстровозводимое и теплое. Значит, оно будет обогреваться вулканами, это с подачей теплого воздуха вовнутрь. И там будет тепло, люди будут заниматься в трусах при сильном ветре и морозе. На базе крытого футбольного манежа и открытых площадок планируется не только проводить тренировочный процесс, но и предусмотрены другие формы работы. Так, например, имеется договоренность о приглашении российских и иностранных футбольных специалистов для проведения тренировочных лагерей и мастер-классов, в том числе и специалистов известной футбольной академии голландского футбольного клуба «Аякс». Да и вообще не об одном футболе речь. Как только открытие произойдет, если уже будут группы набраны, мы сразу начнем занятия. Плюс у нас есть желающие организации, другие спортивные школы, которые просто-напросто в составе всех групп перейдут под крышу нашего манежа. Проект по плану будет сдан уже совсем скоро, к концу ноября. Поэтому, скорее всего, этой зимой многие футболисты и другие спортсмены Владивостока смогут без перерыва продолжить свои занятия и тренировки. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на 8.